Рядом Приветствуйте, уважаемые зрители, сегодня вам повезло, делюсь своим опытом, потому что когда я затронулся этим вопросом, не нашел ответа в интернете, но благо вот есть специалисты, которые делятся, подсказывают и рассказали мне в чем же все-таки отличия в шлейках и для чего они вообще предназначены, то есть как сейчас видели мы шлейп, для прогулки вообще абсолютно не предназначено и если вы будете идти с собакой, вы просто у него не удержите, точнее вы ее удержите, но вероятность то, что она не покусает вообще нет никакой. Сегодня для демонстрации отдел на Брухо вот такую шлейку, то есть это чисто спортивная для выполнения и сдачи нормативов, то есть для подготовки она нам не подойдет. Стоять Коля! ничего не подойдет все очень просто потому что когда человек занимается и качает только бицепс он будет соответственно качать только бицепс он соответственно прокачать всю собаку а для этого нам подойдет именно издавая шлейка либо тяговая она использует ее в упряжках собак издавых всем ее преимущества и особенности то есть собака при напряжении тянет всем телом то есть прокачивать все тело не напрягая плечевой пояс вот уже знает высот получается группу дать себя вперед супер и пройдет скорее сюда иди вперед пройдет молодец еще вот свой стой вот у нас произошел напряг как раз за счет шлейки всему корпус и собаки так соответственно легче тянуть пусть развивается тело и когда вы потом уже переключен новый пулингу для выполнения мотив то есть там нормативно за 10 метров притянуть определенное количество груза с такой шлейкой мы сможем таскать долгое время не надрывая собаку да так давай жаловато согласен давайте помогу пойдем вперед 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 до молодец сам 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 отвлекайся вдруг передавать молодец пошли вперед не ленись утешление все вижу после сказать ну да груз тащить по земле и тяжелее чем на колесах как это у нас выполняет вперед да да я молодец пойдем пойдем очень сложно вперед fatto вперед давай давай улице довольно-таки молодец 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 да-да-да-да молодец высокопо таскать колеса входит в азарт и начинает их грызть таскать да да молодец молодец Всем не запрещаю Понятно, что там резина Пусть качает шею Молодец, да Да, понесли Неси сюда, Врук, неси Забирай, неси Давай, молодец, неси, неси Неси, еще, неси Неси, молодец, неси Пойдем Неси, неси, да Необходимо напомнить, что мой канал Предназначен для дилетантов, которые только Думают, приобретать Питболи или нет, либо только приобрели Потому что я когда Только задумался, вообще никакой информации в интернете Четкой не было, что вот так или иначе То есть разные там Отрывки видеороликов были Но как-то капоновать не получалось Поэтому все, что я рассказываю, я прошел Своим опытом Где-то мне, конечно, подсказали, где-то я сам до этого дошел То есть в избежание Траты ваших денег просто на ветер Ну, как бы рекомендую прислушать Что вот Взять тут тоже Шлейку То есть я ее купил Она сейчас по сути дома лежит Вот Она стоит приличных денег А вот эта копеечная То есть проще было сразу купить копеечную Заниматься ей И ни в чем себе не отказывать Стараюсь быть вам полезным Оставайтесь с нами Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok